Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня в рубрике моей про злаки-псевдозлаки речь пойдет о уникальной пшенице Полби. Многие уже знают, что Пушкин от балды ничего не писал. Про балду писал, это правда, а от балды нет. Во все он вкладывал глубокий смысл и знание жизни. Он открывал, воскрешал генетическую память в русском человеке. А что же до Полбы? Полбы это древнейший архаичный сорт твердой пшеницы, которые исконно выращивали наши предки и сотни тысяч лет назад. Она прародительница всей пшеницы в мире. Почему же работник балда ел в основном вареную Полбу? А вот почему. 200 лет назад еще выращивали древнюю, природную, изначальную пшеницу, как и веками до того. А селекционной пшеницы практически не было. И вообще пища была натуральная, такая, какой сейчас уже практически нет. А люди были крепче, сильнее. И недаром была пословица «щи, ды, каша, пища наша». Какая каша была? Пшенная была, овсяная, толоконная и полбяная, гречневая появилась массово позже. И действительно, какое там мясо? Его почти и не ели. Да и зачем? Ведь в той же Полбе сверхвысокое содержание белка аж до 37%, тогда как, например, в говядине 23-25%. И это в два раза выше, чем содержание белка в обычной современной сортовой пшенице. А многих витаминов в Полбе в полтора и даже три раза больше, чем в обычной сортовой пшенице. В Полбе есть все 8 из 8 незаменимых аминокислот. Почему же сейчас ее массово не выращивают? А дело в том, что она в выращивании гораздо сложнее, чем обычная. Колос у нее более ломкий, в отличие от современной. Зерно из Колоса сложнее вытащить и очистить. Да и почва для Полбы не всякая подойдет, какая вполне подойдет для обычной пшеницы. Но какая, скажите, пшеницы полезнее, как вы думаете? А в Полбе гораздо больше клетчатки, чем в обычной. Меньше калорий, практически нет глютена, можно сказать, совсем нет. И есть ее, и хлеб из нее можно даже тем, у кого глютеновая непереносимость. В Полбе меньше углеводов, чем в обычной, и клейковины меньше, и крахмала. Но зато много витаминов группы В и грубых волокон, что очень важно для пищеварения и для нашей кишечной симбиотической микрофлоры. Но урожайность Полбы гораздо ниже. Ну и, соответственно, цена Полбы гораздо выше. А потребитель современный чего хочет? К чему его приучили за долгие годы? Ну, чтобы цена была как можно ниже. И по поговорке, все полезно, что в рот полезло. А так ли это? Правильно ли это? Нет, конечно. Хочу спросить у вас. Напишите под этим видео, как вы думаете, какая пшеница полезнее? Обычная сортовая нынешняя любого сорта или древнерусская Полба? А мука из какой пшеницы полезнее, как вы думаете? И, соответственно, хлеб. Кстати, напишите заодно и вот еще что. Будете ли вы покупать муку, чтобы делать хлеб сами, если делаете, конечно, или хотите делать в будущем? Именно из Полбы. Ведь у нас есть и Полба, и мельницы на каменных жерновах. Но об этом чуть далее я еще поясню и напомню. Так вот, мы можем делать, а вы сможете у нас ее приобретать, если захотите. Вот и напишите, стоит ли. А вообще, я советую проращивать Полбу. Есть ее и в пророщенном виде. И в виде вершков, то есть микрозелени. Можно, конечно, делать и муку, а из этой муки печь хлеб. Лучше, конечно, в русских печах и подовой. Кстати, такой у нас хлеб будет тоже чуть в будущем. Можно очищенную Полбу и варить. Варить, конечно, можно и в кастрюле, но лучше, понятно, в чугунке. Ну, не у всех сейчас есть русские печи. Хотя бы в медленно варке. Ну, разновидность скороварок. Это когда температура ниже, но дольше готовится. Так вот, теперь самое главное. Хотите ли вы покупать настоящую, старинную Полбу? Более того, выращенную без химии и органическую, то есть био, которую в магазинах ни в каких, конечно, не найти. Да хотя бы потому, что ее просто очень мало вообще осталось. Ну, кто ее выращивает, возделывает. А тем более по биотехнологиям. То есть, когда она выращивается далеко от городов и дорог. С правильным севооборотом. Без применения какой-либо агрохемии. А у нас именно такая и есть. Более того, с сертификатами био. Кстати, посмотрите вот это видео. Я его оставлю по ссылке «Как хранятся наши злаки и псевдозлаки» про наше хранилище. Оставлю я вам ссылку на это видео на второй строке под ссылкой «Как купить нашу Полбу». Зайдите по ссылке под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И с самого верха увидите «Как купить биополбу». Переходите на сайт. Посмотрите, кстати, заодно, что у нас там еще есть. Ну и что захотите, приобретете. Отправляем куда угодно. Да, под этим видео я также оставлю вам ссылку на плейлист по лекарственным, лечебным травам. Очень интересные видео там. И вторую на плейлист по лечебным грибам и грибным препаратам, природным лекарствам. И обязательно посмотрите мое недавнее видео «Как поднять урожай в саду» про уникальное удобрение, оно же биостимулятор. Органический, состоящий из фульвовых, гуминовых кислот и прочих естественных ингредиентов. Мой совет, ешьте каши только из цельных злаков, ни из каких давленных, ни из плющенных. Я приводил факты, почему. Да хотя бы по калориям, как они меняются. На примере каши из овса. Мое видео про овес. Посмотрите непременно. А заодно и видео про пшено. Уникальный псевдозлак и очень полезный. И мое видео про все виды чечевицы, особенно про черную. Ссылки на эти три видео я тоже вам оставлю под этим, который вы сейчас смотрите. А помните в сказке Пушкина «Поп-толоконный лоб»? А что такое толокно? Почему лоб толоконный? А давайте поясню для интереса сейчас. Так вот толокно – это дробленый, давленый овес. Толокушкой. В ступах его раньше били, как бы разрывая волокна. Это даже не плющенный. Это разрывной, если можно так сказать. А ведь овес, он твердый, и его долго толкли в ступах, не мололи. Потому и название «толокно», потому и «толоконный лоб» в этой связи означает «твердолобость». Ну, тут больше в переносном смысле, как я надеюсь вы понимаете. А толокняную кашу не в горячей печи варили, а только в теплой остывающей печи томили всю ночь, долго, но при низких температурах. И тогда в ней не было клейковины, а почти все витамины и другие питательные вещества сохранялись неразрушенными термообработкой, то есть без потерь. Также точно стоит варить и овес просто, и полбу, и спельту. Ну, провез вы видео еще, посмотрите мою, ссылку оставлю. А теперь пару слов про спельту. Что же такое спельта? Это тоже пшеница, тоже древнейший сорт. Вернее, это отдельная зерновая культура, которая имеет ломкие колосси, как и полба, и пленчатые зерна. Растение это известно человечеству, ну, как минимум, по официальной истории с пятого тысячелетия до нашей эры, то есть почти семь тысяч лет. Да, а то чуть не забыл, хотел вам сказать и сейчас скажу. Вы, наверное, слышали, ну, по крайней мере, люди старшего поколения, раньше говорили, что хлеб, особенно хлеб черный, или ситный, серый, как раз из твердых сортов пшеницы, он полезный и практически все витамины и все что угодно имеет в своем составе. И по белку богатый, и так далее, и так далее. Что, мол, есть можно только хлеб. Вы знаете, это было так, отчасти это правда, раньше. А сейчас, ну, это, ну, я надеюсь, вы понимаете, что такое хлеб промышленного назначения и производства. Сейчас, в наши дни, даже вот эти пекарни, ну, да, там чем-то лучше, там вкуснее, возможно, и так далее. Ну, по сути, все то же самое, то же зерно. Сортовое, современных сортов. А с ним ведь гораздо проще работать. И с зерном, и с мукой, и клейковиной больше. Все, что нужно пекарю. Ну, это ясно. Так вот, чем отличается спельд от полбы? Полба, это пшеница вообще, которая имеет свое видовое название пшеница двузернянка или эммер. Но к полбам вообще относят еще одну пленочную пшеницу, как раз к спельду. Можно сказать, что полба и спельд это одно и то же? И да, и нет. Это два разных злака все же, которые отличаются и внешне, и внутренне. То есть, по числу хромосом, количеству глютена, хотя и там, и там его практически нет. И по содержанию других биологически активных веществ. Прежде всего, полба двузернянка и спельд различаются по количеству хромосом. Полба является тетраплоидной пшеницей, а спельда гексаплоидной. Если сравнивать эммер, полбу, настоящую и спельду по количеству глютена, то, согласно исследованиям, в спельде глютена содержится все же чуть больше, чем в плоде двузернянки исконной полбе. Эти два древних злака различаются по содержанию различных биологически активных веществ. Так, в спельде, например, больше альфа-токоферола, то есть витамина Е. По сравнению с полбой. Но в полбе двузернянки больше каротиноидов, ну, про витамина А. Ну, есть и другие различия, о которых я сейчас говорить не буду, не так-то это и важно. Вкус у них разный. Я вам советую, дорогие товарищи, попробовать и то, и другое, и в виде зерна, проростков, и в виде изделий из муки, ну, того же хлеба, полбяного, спельдового. Пробуйте разные, они все вкусны. И обе культуры древние, исконные, есть у нас на нашем новом сайте по биозерну, вот на этом сайте. И под этим видео я оставлю вам ссылки не только на полбу, органическую био, но еще и на спельту. А также, еще раз вам говорю, посмотрите все, что есть у нас на этом сайте. Там не так много всего есть, но зато все без исключения там злаки, крупы, бобовые, только биоорганические. А также у нас есть мука пшеничная и ржаная. Но мы можем сделать по вашему заказу. И полбяную спельтовую муку напишите, если захотите. А хлеб мы тоже будем печь, уникальный хлеб, который будем отправлять также в любые города. И об этом будет сделано у меня отдельное видео. А также не забудьте посмотреть мое видео, еще раз напоминаю, про наше хозяйство склад по хранению биозерна и, соответственно, бобовых. Внимание, несколько секунд объявления. Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Что ж, заходите на наш сайт. Обязательно посмотрите наши уникальные другие товары. Я советую вам прочесть раздел «Отзывы» и «Другие отзывы». Ссылки на эти два раздела тоже оставлю вам в описании. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в то или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает Почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Всего вам хорошего, до новых встреч!